Есть особое очарование самых ранних картинных художников. В этих начальных опытах часто предугадываются будущие успехи живописца. По еще робким наивным шагам, что делает начинающий мастер, можно понять, какой художественный опыт предшественников или современников принимает он, и насколько самостоятелен в собственных решениях. Думается, что к таким произведениям можно отнести и эту картину 70-летнего Васильева. В церковной ограде. Старое кладбище Воламского монастыря. От раскидистых крон деревьев на землю ложится кустая тень. Пышные травы на переднем плане хранят лагу земли, и, кажется, человек не смеет потревожить их сочное роскошество. Уютную тишину монастырского двора не нарушает неторопливая беседа монаха и мирянина, остановившихся в тени деревьев. Да разговор двух стражей угород монастыря. Васильев внимательно и доверительно следует за натурой, абсолютно точного испроизводя топографию места. Даже в наши дни узнаются и слегка обветшалая ограда, и ее угловатые башенки, и округлое навершие главных ворот. Шишкинский пейзаж того же места подтверждает эту несочиненность картины Васильева. Работая с Шишкиным над общим пейзажным видом, следуя за учителем в желании со всей тщательностью вылепить кистью формы облаков, точно обрисовать купы деревьев и написать травы почти как Шишкин, Васильев стремится быть независимым в своих решениях. Ему удалось это в том, как непринужденно он ввел в картину жанровый мотив, сделав пространство своего пейзажа более замутым, отгороженным от мира, которое только угадывается за стенами монастыря, окрашивая крону деревьев золотящимся закатным светом. Юный живописец внес в свое произведение более сложное, интимно-лирическое, эмоциональное переживание. Просматривается в картине еще один адресат, к которому намеренно или бессознательно обращался художник. В Кушелевской галерее, которую он хорошо знал, Васильев мог увидеть картину усольда Ахенбаха «Монастырский сад», в чем-то отдаленно сходную с его пейзажем. Но все сходства и сближения не лишают картину молодого пейзажиста, ее индивидуальной неповторимости и очарования. Она стала результатом и опыта, приобретенного в рисальной школе, и серьезных уроков Шишкина, и впечатления от работ европейских мастеров, и самостоятельного взгляда на природу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok